Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Политкухня» и я, ее ведущий, депутат Архангельского областного собрания Сергей Пивков. Государственная дума шестого созыва заканчивает свою работу, и уже 18 сентября нам предстоят очередные масштабные выборы. На этот раз своих представителей в парламенте страны мы будем выбирать несколько иначе – голосовать не только за партии, но и за конкретного кандидата. Архангельская область, как вы наверняка уже знаете, разделена на два одномандатных округа. Разделение, на наш взгляд, крайне неудачное, но решение принято и выборы скоро будут объявлены. Но поговорить мне сегодня хотелось не о предстоящих выборах, а о недавних инициативах депутатов Госдумы, уходящего созыва. Некоторые из них весьма интересные и, на мой взгляд, нужные. Например, законопроект об ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. Разработчики говорят, что законопроект направлен на уменьшение дорожно-транспортных происшествий, причиной которых становится плохое качество дорог. Суть проекта в том, чтобы ввести наказание за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог и железнодорожных переездов. Кроме того, ответственность предусматривается и за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, поведению временного ограничения или прекращения дорожного движения на отдельных участках дорог, в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения. За это предлагается взимать штраф с должностных лиц, ответственных за состояние дорог в размере от 20 до 30 тысяч рублей, с юридических лиц от 200 до 300 тысяч. Если же нарушения стали причиной нанесения легкой или средней тяжести вреда здоровью, то за это взыскивается административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей с лиц, ответственных за состояние дорог, а с юридических лиц взимается штраф от 400 до 500 тысяч рублей. Согласитесь, инициатива интересная. Может, с ее помощью нам как-то и удастся сдвинуть с мертвой точки одну из главных проблем России. Или вот другая интересная инициатива. Установить соотношение максимального и минимального размеров заработной платы работодателя, включая бонусы и премии, и работника организации в пределах 10 к 1. Думаю, ни для кого не секрет, что в некоторых организациях разрыв между заработной платой руководства и работников гораздо выше, даже чем соотношения, отмеченные депутатами. Авторы законопроекта приводят в пример компанию «Роснефть», которая является не только лидером нефтяной отрасли страны, но и лидером по беспрецедентной величине разрывов в уровне оплаты труда топ-менеджеров и персонала компании. По мнению депутатов, законопроект с одной стороны позволит избежать необоснованных выплат и увеличения заработной платы руководящего звена, а с другой будет мотивировать руководителя в росте эффективности работы организации и, как следствие, в увеличении размера средней заработной платы персонала. А что, если реальная зарплата руководителя все же выйдет за пределы предлагаемого соотношения? Авторы это предусмотрели. В таком случае избыток средств подлежит возврату и распределению между работниками пропорционально размерам их заработной платы. Согласитесь, и эта инициатива весьма интересная и нужная. Но в Государственной Думе инициативы проходят не быстро. Совет Госдумы, комитеты, первое ощущение, второе, третье и так далее. И что-то мне подсказывает, что окончательно утверждать эти и другие интересные и нужные инициативы будет следующий созыв парламента, который мы сформируем уже в сентябре. Кстати, согласно недавним исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения, у россиян появился запрос на новые лица в Госдуме. Как пояснил глава центра Валерий Федоров, ушел запрос на яркие личности из среды актеров, богемы, спортсменов. В обществе сформировался запрос на открытость, готовность взаимодействовать с людьми и представлять их интересы. На этом фоне, кстати, очень контрастно смотрится новость о возможном участии на выборах в качестве кандидата от одной из партий в Архангельской области актрисы известной по роли в одном из молодежных сериалов. Я говорю о Марии Кожевниковой и сериале «Универ». Ну да ладно, не будем гадать и уже очень скоро узнаем точные имена всех кандидатов. Съезды политических партий в большинстве своем пройдут в последнюю неделю июня. Сами выборы тоже скоро будут объявлены, и мы, я надеюсь, массово примем в них участие. Ведь если есть желание изменить что-то в лучшую сторону, то в сентябре у нас будет шанс. А мысли о том, что все решено и голосовать нет смысла, на мой взгляд, несостоятельны. Кстати, главное заблуждение тех, кто на выборы не ходит, что таким образом они показывают свой протест неверно. Действующая власть всегда отмечает, что раз люди участие в голосовании не приняли, значит их все устраивает. Подумайте об этом как-нибудь на досуге. Ну а я с вами прощаюсь. Это был очередной выпуск программы «Политкухня». До новых встреч. До новых встреч.